Спасибо, Татьяна. Ну что ж, действительно, сегодня в нашей студии Александр Михайлович Шкрабалюк, глава муниципального образования городского округа Ахинский и Денис Юрьевич Кан, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. Вечер добрый. Добрый вечер, уважаемый Никита Ильич. Добрый вечер, уважаемые Ахинцы. Добрый вечер. Александр Михайлович, ну, задам вам первый вопрос, такой, который волнует сейчас многих Ахинцев, ответ на который многие ждут. Будете ли вы выдвигать свою кандидатуру на должность главы муниципального образования? В настоящее время в Ахе, вот буквально в субботу будет завтра проведен праймерис, согласно положению праймеризии от Единой России. Я не могу в этом праймеризии участвовать, и на то есть причины. Я их объясню нашим жителям, чтобы все было понятно. В отношении меня вступил в силу обвинительный приговор, и согласно положению, у меня судимость, хоть она и погашена, применена актом нести, но тем не менее я привлекался к уголовной ответственности, в отношении меня был обвинительный приговор, и согласно этому положению, я не могу участвовать в праймеризии вот в настоящее время. Поэтому свою кандидатуру по этим соображениям я не имею права выставлять. Александр Михайлович, на сегодняшний день почему нет каких-то выдвинутых кандидатов ахинцев? Я насколько знаю, что и вы лично вели переговоры со многими достойными ахинцами, которым бы предлагали возможность выдвигаться от Единой России, выдвигаться на должность мэра. Почему, на ваш взгляд, сегодня из какого-то круга, из управленцев, людей, они не пошли на должность главы? Да, действительно, мы предлагали многим ахинцам, я считаю достойным, но был получен от них отказ в силу тех или иных причин. У всех еще памятна ситуация, мои дела, уголовные преследования, и должность мэра, это очень ответственная работа, сложное муниципальное образование, это северный район. Мы встречали в правительстве не раз, поэтому вопросы говорили, у меня была встреча на предыдущей неделе с губернатором Сахалинской области, и его позиция была, что здесь должен быть ахинец, кандидат от АХИ должен быть, но, к сожалению, с кем я не встречался, не говорили, кого я считал достойным. Все кандидаты, их были несколько, я сейчас их озвучивать не буду, они все отказались. Ну и вот, по большому счету, такая ситуация в АХИ, к сожалению, кандидатов не нашлось. Денис Юрьевич, на сегодняшний день вы находитесь в списке на предварительное голосование партии «Единая Россия» по Ахинскому району. Ну и, наверное, есть такое предположение, что вы наиболее вероятный кандидат на выдвижение на должность мэра от партии «Единая Россия». Хотя, конечно, праймеры с итоги мы подведем, но вот можно пока предполагать именно такое решение. Скажите, как вы лично восприняли предложение принять участие в выборах на должность главы здесь у нас на севере Сахалина? Ну, предложение было достаточно неожиданным, потому что в министерстве, сказать так, я на своем месте, я работаю уже там 15 лет, и, конечно, этот коллектив для меня стал вторым домом, второй семьей, потому что фактически работа сложная, я занимаю должность заместителя министра на сегодняшний день по подготовке к зиме, а путь я прошел до этой должности с 2004 года, рядовым специалистом пришел, до этого я закончил Сахалинский педагогический институт, не стал пользоваться отсрочкой от армии, пошел добровольно, отслужил, закончил второе высшее образование, значит, юриспруденцию, и вот как 15 лет уже там работаю. Коллектив слаженный, очень много проектов было, в том числе по Ахинскому городскому округу. Ну вот, конечно, я понимал, что это за предложение, и куда я иду, ведь АХА всегда был, значит, достаточно самостоятельным районом, и здесь население задавало тон на будущее своим руководителям, то есть всегда была определенная конкретная принципиальная позиция была у администрации АХА, и это, конечно, накладывает в будущем, значит, и на успешную работу свой отпечаток, и в целом. Значит, ну, что еще можно сказать, что, конечно, я понимал, что это командная работа, да, руководство районом, и многое зависит, насколько меня будет поддерживать. Я знаю кредит доверия Александра Михайловича, и, конечно, первым вопросом было, когда мне поступило предложение, отношение именно действующего мэра. На что мне было сказано, что Александр Михайлович из всех тех кандидатур, которые губернатором были озвучены, он сам, как бы, указал на меня. Поэтому я знаю кредит доверия Александра Михайловича, поэтому, думаю, все получится. Александр Михайлович, с Денисом Юрьевичем приходилось ли сталкиваться непосредственно при работе, что вы можете сказать о каких-то его деловых качествах руководителя? Да, действительно, работая в должности заместителя главы муниципального образования, главы муниципального образования, мы с ним как-то контактировали, работали, человек комфортный в работе, человек обязательный, значит, энергичный, грамотный, самое главное. Он очень ответственный человек, и все проблемы, которые у нас были, такие заскорузлые, где необходимо было решение, однозначного решения не было, помогал, вот в этом вопросе разбирались, я считаю, что очень даже грамотный специалист и будет достойный кандидат на пост главы нашего муниципального образования, вот достойный он будет этой должности. Денис Юрьевич, появились, ну, понятно, появление нового человека, новые фамилии, АХА обрастает слухами, различными домыслами, вот один из таких слухов, что вот вы якобы связаны с рыбной промышленностью, так это или нет? Понятен вопрос, абсолютно никак я не связан с рыбной промышленностью, я понимаю, куда вы клоните, Никита Сергеевич, у нас есть в области крупный рыбопромышленник, Кан Олег, никаким образом я с ним не связан, не являясь родственником, даже ни разу друг друга мы не видели. Оксан Михайлович, после прохождения выборной кампании, когда вот все это отшумит, отгремит, и у нас будет избранный мэр, кем бы он ни был, какое ваше будущее, Ахинцы переживают, где вы будете работать, и может ли будущий избранный мэр рассчитывать на вашу помощь, поддержку? Мы уже проводили ряд встреч, проводит Денис Юрьевич в округе, на некоторых я присутствовал, вопросы Ахинцы задают, я с района не собираюсь уезжать, я буду здесь, я готов помогать, Денис Юрьевичу есть опыт работы, знаю округ, и мне не безразлично, что с ним будет, и есть население, которое оказало мне кредит доверия, и я буду помогать в любом случае, буду работать в том числе для населения. В какой это будет должности, где я буду работать, я считаю, это не суть важна, но он для меня уже родной, и население в том числе, и я буду помогать, и буду работать действующими главе, если народ ему окажет доверие. Денис Юрьевич, сейчас вы проводите ряд встреч в коллективах, какого рода вопросы задают Ахинцы, какая атмосфера, и насколько, вот в силу вашей работы в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, насколько вам знакомы проблемы Ахинского района, ну даже вот если брать коммунальную сферу? Ну, что касается коммунальной сферы, я здесь, как сказать, руку на пульсе держу, поэтому знаю, какие проекты на сегодняшний день здесь реализуются, какие мы должны, значит, дальше Министерство ЖКХ и Администрация реализовывать. Это и водоотведение, значит, на сегодняшний день проектируется. Это, конечно же, облик города, то есть благоустройство. Важнейшая проблема – капитальный ремонт жилых домов, значит, строительство жилья из переселения ветхого и аварийного, значит, фонда в целом, значит, мы должны обеспечить и устранить те риски, которые у нас возникли в феврале 2015 года с аварией на Ахинское ТЭД, значит, чтобы у нас не было больше именно вот таких рисков, когда мы, значит, чуть не заморозили Аху, да, пришлось скидывать воду, значит. Для этого есть на сегодняшний день проект. До начала отопительного сезона мы должны поставить мегаваттник, значит. В целом народ, жители Ахи, значит, им, естественно, немаловажно, кто будет, и вопросы, значит, жилье, благоустройство задают. Очень обеспокоены, значит, положению в рыбной отрасли здесь. Есть, поэтому проблемы мне были знакомы, а потому что я здесь достаточно часто бывал, значит, и по приглашению, значит, администрации, как Александр Михайлович сказал, и был с проверками, с инспекциями, то есть достаточно, вот, строительный блок, там, ЖКХ, да, естественно, я здесь в курсе. Что касается образования социалки, конечно, если будет оказана поддержка, придется разбираться. Ну, я думаю, значит, здесь особых проблем не будет, желание есть. При помощи, естественно, администрации, значит, и поддержки, значит, в том числе Александра Михайловича, кстати, одно из моих условий было, значит, почему и почему я сегодня здесь, что Александр Михайлович должен остаться в команде. Я хочу, Никита Ильич, добавить, жилье, дороги, благоустройство, эта работа не стоит на месте, она двигается, здесь будет не так сложно Денису Юрьевичу. Почему? Потому что работа есть, ее надо будет подхватить, продолжить, переходный период определенный, абсолютно мы не провалимся в этом отношении. И поможем, работа двигается, руки я не пустил, я действующий глава, еще определенное время буду, округ не брошенный, все под контролем, мы работаем, мы передача власти, она произойдет плавно, и наши жители, и на нашем округе это никак не отразится абсолютно. И я хочу, чтобы максимально комфортно она прошла для жителей, и жители даже не заметили, что ушел один мэр, другой пришел, но тем не менее я рядом, я буду помогать, и дай Бог, чтобы все так и было. 12 марта, уважаемые телезрители, состоятся выборы главы муниципального образования городской округ Ахинский, сейчас в эти дни уже начинается выдвижение кандидатов, политические партии, организации, самовыдвиженцы выходят на политическую арену, и напоминаю, что завтра, в субботу, 21 января, с 9 до 18 часов в Ахинском районе пройдет предварительное голосование, которое проводит партия «Единая Россия», предварительное голосование на выдвижение своего кандидата на должность главы муниципального образования. Голосование предварительное пройдет, напоминаю, с 9 до 18 часов, на четырех участках. Участок номер один это вестибюль центральной районной больницы, участок номер два это холл комплекса «Дельфин», участок номер три это вестибюль пятой школы и четвертый участок в школе-интернат села Некрасово. Приходите, определяйте своего кандидата. Александр Михайлович, большое... Хотелось бы еще мне сказать, я знаю очень много населения, есть звонки, им поддерживают, слова поддержки мне выражают. Я за эту поддержку им премного благодарен и есть определенная ответственность у меня перед жителями. И вот в дальнейшей своей работе, кто бы там ни был избран мэром, я буду оказывать всяческую помощь и мне судьба округа и жителей, она не безинтересна. И я буду помогать. И уважаемые жители, большое спасибо за поддержку и оказанное доверие. Я им дорожу. Ну что ж, большое спасибо Александр Михайлович и Денис Юрьевич, что пришли, ответили на наши вопросы. Ну, удачи, успехов. Это сейчас такое непростое выборное время. Спасибо, до свидания. До свидания.